Здравствуйте, дорогие мои зрители. Сегодня я хочу ответить на некоторые вопросы о поливе, о некоторых тонкостях полива, потому что действительно для орхидей это самое важное в уходе. Именно полив. Не удобрение и даже не освещение. Сейчас я говорю об искусственном освещении. Девушка задала мне вопрос, как поливать орхидеи с черными корнями. В моем понимании черные корни это корни, которые имеют просто темный окрас. Вот этот корешок более зеленый. Вот здесь они более темные. Вот получше пример темных корней. Камера немножечко засветляет, но вживую они очень темного, темно-темно-зеленого цвета. Если корень на ощупь твердый, живой, он меняет цвет при поливе, это хорошие, здоровые корни. Цвет они могут изменить из-за многих очень причин, в том числе от посадки. Если растение до этого было, по моим наблюдениям, в керамзите, то корни у меня были только черного цвета, даже у тех, которые более-менее нормальная корневая система осталась. Опять-таки я сейчас рассказываю исключительно о своем опыте. Если же в посадке было очень много древесного угля или еще чего-нибудь, оно просто окрасило корни. У меня есть орхидеи, вот это, кстати, одна из такой, где здесь было много древесного угля в посадке. Я покупала кору, уже готовую, приготовленную субстрат в магазине. И они были достаточно черные, вот именно черного цвета. Постепенно они становятся светлее и светлее, но, тем не менее, они относятся, по моему пониманию, к темным корням. Такие орхидеи я поливаю, как все обычные орхидеи со светлыми корнями. Просто заливаю водичку. Эта вода стоит определенное время. У каждого это время будет разное. Я заливаю воду на три дня. Два-три дня в зависимости от погоды и от влажности. Потому что влажность у меня дома напрямую зависит от погоды. Когда были дождливые дни, у меня влажность поднималась до 50% в доме. Обычно это где-то 40% влажность. Так вот, такие орхидеи я заливаю водичку на два-три дня, как и всем остальным. И день даю на просушку, чтобы корневая хорошо просохла. Что в моем понимании просушка корней? Это не просушка до состояния соломы. По моим наблюдениям, если орхидея засушила корни в солому, ее реанимировать намного сложнее, нежели корешок подгнил. Потому что если корешок подгнил, просто я снимаю беломен, смотрю корень, если светлый, это живой хороший корень, просто без беломена. Так, чтобы было понятнее, я для себя беломен ассоциирую с обычным грунтом. Орхидеи же, они в природе не растут ни в земле, ни на чем, это эпифиты. И в моем понимании роль грунта для орхидеи играет именно беломен. Мне так проще воспринимать растения и проще за ним ухаживать. Вот на этой орхидее хорошо видно, что в моем понимании просохшие корни. Корень зеленый остается, фокус теряется, но чуть токс... Так, фокус, 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 фокус. Но они чуть-чуть как бы сморщились. Вот это, это сухой корень. Но это не полностью сухой корень, а просто часть корня сухая. У меня не получилось здесь аккуратно снять беломен. Но дальше идет здоровый корень, и я такие корни оставляю в посадке. Еще один пример. Это когда корешочки засохли, гнилые были. Я сняла веломен, здесь видно, что очень много ниточек в посадке. Но от них и от черных корней, видите, идут новые корни. И вот с шеи идут новые корни. Все эти орхидеи я поливаю своим обычным способом. Повторюсь, у каждого время, сколько вода стоит в вазе с орхидеей, будет разное. Потому что разные условия. У меня, про влажность я сказала, температура. Чаще всего в доме у меня температура 23-24 градуса. Сейчас 25 градусов, потому что солнечный змей увеличилась. Эти орхидеи я поливаю обычным способом. У меня сейчас в лейке вода с сбалансированным удобрением, которым я поливаю цветущие свои орхидеи. Я просто заливаю воду. Не очень удобно в непривычном месте это делать. Не доходя до шеи, где-то сантиметра два. Вот, где-то сантиметра два я не дохожу до шеи. Я поливаю и до листиков. Но это в те дни, когда я никуда не спешу и имею возможность через счастье слить водичку. А вот это именно идет мой стандартный полив. Я залила корни и вот так она живет у меня дня три. Вот эту, она у меня без названия, я ее называю банановая панда. Я ее не готовила к сегодняшнему видео. Просто буквально перед съемкой мне написала девушка вопрос, задала вопрос. А как же их поливать, когда орхидея пускает много воздушных корней и не хочет растить корни в посадке? Вот этот как раз пример, когда воздушные корни доходят практически до верхушки. Вот они везде, здесь эти воздушные корни. Я потом покажу чуть поближе. И что с ней делать? Такие орхидеи я при поливе стараюсь, сейчас попытаюсь сделать это, чтобы это было видно. Полив осуществлять заливанием водички в пазухи, чтобы смочить эти корни. Надеюсь, все это видно. Вот, я хорошо проливаю водички через пазухи все. Не сбить бы ничего. Ну, суть, я думаю, понятна, поэтому я не буду затягивать это видео. И доливаю до уровня нижнего листочка, чтобы максимум стимулировать рост корней все-таки от стебля орхидеи. Не хватило, я сейчас за кадром добавлю водичку. Вот до такого уровня я заливаю эту орхидею. Но, тем не менее, все равно вот прямо над водой новые корешочки, которые идут от стебля. Мне неудобно показать, но я думаю, виден этот новый корешок. Но появляются и новые корешочки, те, которые от стебля. Так, сейчас ловлю на камеру, показать его. Вот корешок над корешком. Над зелененьким корешочком еще растет новый корешочек. Ну, эта орхидея слабо наращивает корни на стволике на своем, все равно хочет нарастить их в пазухах. Ну, ей, значит, так нравится. Вот такой ее политик. Вот эту орхидею я по листике заливаю крайне редко. Потому что она ко мне приехала с непонятными мокрыми пятнами на шее. Иногда, крайне редко и на очень короткий промежуток времени я могу ее залить по листике, но это буквально минут на 15, не больше. А обычный ее полив, такой же, как в самой первой, которую я показывала, не доходя 2 сантиметра до основания растения. И так она у меня стоит 2-3 дня тоже вместе со всеми до следующего полива. Вот эту черненькую точно так же я ее поливаю, не доходя. Ну, эту я чаще поливаю по листике, но в данном случае это будет стандартный полив. После того, как я залила водичку, вот какого цвета становятся корни. Вот они зеленые, но темно-темно-зеленые, такого болотного цвета. Но, тем не менее, это хорошие корни, от которых растут новые светлые корешочки. Полила раньше, чем показала, донышко баночки, где тоже лежат. Ну, вот так немножко видно. Но это здоровые, хорошие корни. Просто вот у них такой окрас. Еще в комментариях девочки писали и делились своим опытом, как упростить полив. Некоторые добавляют в такую посадку пеноплекс, кокосовое волокно, мох на дно ложат. Возможно, это очень даже хороший способ. Не могу ничего о нем сказать, я не пробовала, потому что я переводила свои растения в эту посадку исключительно из эстетических соображений. Поэтому наполнять ничем я не планирую. Ну, на данный момент, по крайней мере. Я решение этой проблемы с частотой полива решила своим способом. Я на дольше заливаю растения. Но, опять-таки, я никого не призываю делать именно так. Наблюдайте за своими растениями. Смотрите, не начинайте сразу, если вы хотите перейти на такой полив, не начинайте сразу с залива на 2-3 дня. Залейте на час, посмотрите, как долго просыхают корни. Потом залейте на полдня на день. Мощь пусть посохнет. Понаблюдайте. И вы поймете, растение все подсказывает. Это достаточно простое существо растения. Орхидея вообще очень простая в уходе. Они привыкают к любой посадке, к любому поливу. Просто наблюдайте. Всем хорошего и спокойного дня. До встречи на канале. До свидания.